Недосмотр со стороны родителей, беспечность и несоблюдение правил предосторожности были и остаются основными причинами детского травматизма, который увеличивается в летнее время более чем на 20%. Причем по статистике чаще всего получают травмы мальчики. Основные травмы в летний период это повреждение кожных покровов в результате того, что дети наступают на какие-то острые предметы, это стекло, камни, особенно на озере, когда ходят босиком. Дальше это спортивные игры в основном, футболисты у нас приходят. Нередкие обращения по поводу травм, полученных на различных средствах передвижения, велосипедах, самокатах, роликах. А ведь их могло бы и не быть при соблюдении правил безопасности использования шлемов и наколенников. Помимо уличных травм распространены и бытовые. Для того, чтобы ребенок получил травму, должны произойти каких-то ряд условий. То есть это либо неорганизованная бытовая обстановка, либо какие-то риски. В том числе сейчас жаркая погода, открытые окна. То есть дети дошкольного возраста могут подходить близко к окнам по мебели, заходить на подоконник и, так сказать, опираясь на москитную сетку, могут выпасть из окна. Такие случаи, к сожалению, регистрируются ежегодно. Кроме того, родителям стоит обратить особое внимание на повышенную активность клещей в летний период. При посещении лесов осматривать внимательно одежду. То есть в идеальном варианте это нужно раздеться, осмотреться, то есть в избежание укуса клеща. Потому что клещ может в лесу и не присосаться, но не проникнуть в кожу. Он потом может, сидя на одежде, так сказать, найти себе подходящее место и кожу прокусить. Получится вот такого вида травма. Увеличивается статистика и по укусам животных. Важно объяснить детям, что контакт с дикими и уличными животными может быть чреват не только раной и испугом, но и таким заболеванием, как бешенство, которое в случае непринятия своевременных мер заканчивается летальным исходом.